Десятку лучших журналистов выбрали на ежегодном конкурсе профессионального мастерства за огненные строки. Организатором мероприятия вот уже седьмой год является Новосибирская школа журналистики под руководством Федора Григорьева. В качестве жюри выступают руководители местных СМИ. Именно они путем голосования составляют неофициальный рейтинг внутри журналистского сообщества. Там три оценки ставятся. Ноль, единичка и двойка. Ноль. Это означает, я не знаю этого человека. Единичка. Да, я его, в общем-то, слышал, но не более того. Двойка. Я хотел бы, чтобы этот человек работал у меня. Вот, собственно, и все. Это же, ну, нельзя к этому относиться слишком серьезно. Любой конкурс – это всегда условность. И, конечно, как можно оценивать людей, творческих людей, журналистов тем более, которые, ну, сиюминутным материалом работают. Вот так вот как-то хорастает по ранжиру. Да нет. Это скорее рейтинг известности журналистской, которая так или иначе случилась в этом году. В этом году за первое место боролись более 40 претендентов из 19 новосибирских СМИ. Организаторы и участники конкурса в первую очередь рассматривают это мероприятие не как профессиональное состязание, а как повод неформального общения и способ объединения местного медийного сообщества. Это сплачивает общество нашего региона. И каждый из нас, выполняя на своем профессиональном поприще определенную роль, так или иначе является гражданином этого общества. Мы должны иметь возможность слышать друг друга, как говорится, не на площадках для прений, для споров, а где-то, скажем так, в более комфортной обстановке, где можно просто пообщаться, посмотреть друг в друга глаза, послушать и понять, кто есть кто, кто из себя, что представляет, какой он на самом деле человек. Кроме участников конкурса, за особые заслуги перед профессией были награждены главный редактор РБК «ТВ Новосибирск» Юрий Суянов, директор по развитию издательства «Советская Сибирь» Дмитрий Тростников и сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев. Что касается победителей, то впервые в тройку финалистов вошел фотокорреспондент. Им стал сотрудник сайта «Новосибирские новости» Михаил Периков. Серебряную награду получила Ирина Левит, ведущая радио «Вести-ФМ». Первое место по количеству баллов заняла Мария Лондон, для которой ее собственная победа стала неожиданностью. О том, что она состоит в списке номинантов, журналистка узнала лишь накануне. На самом деле, самое смешное, что победа первая. Да, я никогда нигде не участвовала принципиально. А здесь так получилось, что без меня этот вопрос решился. Но очень приятно, очень приятно. Тем более, это приятно именно в своем городе. Если журналистское сообщество решило, что я достойна премии, учитывая, что точка зрения моя сильно отличается от общепринятой и востребованной сегодня, значит, перспективы есть. Я думаю, что надо чуть-чуть потерпеть. Также победительница конкурса отметила, что получить признание от профессионалов особенно приятно и пожелала коллегам свободы выбора, возможности говорить и делать то, что они считают нужным.